Апнеа Клаб Горький представляет Всем привет! С вами Александр Быков, клуб фридайверов Апнеа Клаб Горький. И сегодня я вам покажу топ-5 лучших упражнений по улучшению техники ныряния брасом. Брас является одной из самых сложных в усвоении дисциплины фридайвинга. Все потому, что работать здесь надо сразу и руками, и ногами. И нужно добиться, чтобы и руки, и ноги были четко скоординированы между собой. Но хорошая новость заключается в том, что нырять брасом может научиться каждый. А еще более хорошее то, что для ныряния брасом нам не нужны никакие дополнительные приспособления, никакие дорогие ласты или моноласты. Для выполнения упражнения нам понадобится фронтальная трубка, колобашка и доска. Перед тем, как зайти в воду, я рекомендую примерно 10-15 минут посвятить общей разминке с акцентом на ноги. Разомните ваши бедра, голеностоп, колени. Попробуйте немножко поразворачивать носки в стороны, для того, чтобы ваши мышцы и связки немножечко растянулись, разогрелись, и в воде вам было намного легче работать. Начните вашу разминку с шеи. Потом начните разминать руки. Плечи. Попробуйте потянуть руки. Сделайте стрелочку. Можно сделать замочек. Сначала одной рукой, потом другой. Дальше немножко раскрывайте грудную клетку. Разомните мышцы тазобедренного сустава. И переходите к разминке ног и голеностопа. И немножко потяните ваш голеностоп. При разминке брасом сюда можно добавить разведение носков в стороны. Не надо переусердствовать, просто делайте это комфортно. И с течением времени немножко улучшайте разведение ваших носков в стороны. В начале вашей тренировки просто проплывите метров 200 классическим кролем или кролем на спине или брасом по поверхности. Так вы разогреетесь и подготовите организм к работе. Упражнение номер один. Ноги брас на спине. Исходное положение на спине, руки вдоль тела. Стараемся дотянуться пятками до ладоней и после этого делаем толчок ногами. Старайтесь, чтобы колени не выходили из-под воды. После касания пятками ладоней сделайте небольшую паузу. Разверните стопы носками в стороны и, не разводя колени, сделайте толчок по дугообразной траектории. После толчка ногами делайте небольшое скольжение. Не торопитесь. Обращайте внимание на технику. Начните считать количество толчков, которые у вас уходят на бассейн. Упражнение номер два. Ноги брас с доской в руках. Держите доску за передний край. Движение начинайте со сгибания ног в колени. Бетро подается немного вниз. Оттягивайте пятки к ягодицам. Разворачивайте стопы носками в стороны. Делайте толчок по дугообразной траектории назад и немного вниз. После толчка таз должен подаваться немного вверх и вперед. Старайтесь максимально разворачивать стопы. Следите за коленями. Они не должны расходиться в стороны. Упражнение номер три. Руки брас с трубой. Для упражнения нам понадобится фронтальная трубка. Так, одеваем фронтальную трубку. Для баланса можете работать ногами кролем или зажать между ног колобашку. Грибок руками начинаем с захвата воды. Для этого, держа локти высоко, начинаем сгибать. Руки по локтях и как бы цепляться за воду. Дальше движение напоминает выход силы на турнике. Кисти и руки не разводятся широко. И мы, как бы опираясь на воду, начинаем подтягиваться. В завершающей стадии движения дорабатываем ладони, толкая себя вперед. Упражнение номер четыре. Руки брас, ноги кролем. В этом упражнении отрабатывается начальная фаза грибка. И акцент делается на захвате воды с самого начала. Исходная позиция, руки спереди, ноги работают кролем. И начинаем захват воды. В этом упражнении отрабатывается начальная фаза грибка. И акцент делается с самого начала только на захвате воды. После того, как мы сделали небольшое движение, руки снова уводятся вперед. И повторяется все сначала. Упражнение номер пять. Приставной кроль. Это почти классический кроль, только руки с самого начала встречаются спереди. А потом начинается грибок. В этом упражнении также стараемся с самого начала почувствовать захват воды, подтягивание в средней фазе и отталкивание в конце. При освоении этого упражнения старайтесь выплескивать ладонью небольшой фонтанчик в конце грибка. На этом наша тренировка окончена. Тренировались всеми стилями. Присоединяйтесь к нашим тренировкам и улучшайте свою технику плавания. Брасом, дельфином, кролем. В общем, всеми стилями. Итак, мы с вами разобрали топ-5 упражнений в брасе. Делайте эти упражнения регулярно, примерно один-два раза в неделю. Проплывайте каждое упражнение, ну, хотя бы по 100-200 метров. И уже через 2-3 месяца вы почувствуете, как ваше ныряние брасом стало намного-намного лучше. Если остались вопросы, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе наших новых выпусков. С вами был Александр Быков и до встречи в новых выпусках.